Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал. Сейчас время бизнес-класса. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, бизнес-класс на Финам-ФМ. Сегодня, как всегда, в это время мы встречаемся с российскими бизнесменами, с самыми успешными из них, и пытаем их в прямом эфире, как добиться успеха в бизнесе, как у них это получается, с чем, с какими трудностями наверняка они сталкиваются, есть ли секреты этого успеха. Сегодня тот же, такой же, да, как всегда в этом случае, я могу говорить, похожий наш эфир. И в гостях, я представляю сегодняшнего гостя, Алексей Каневский, президент компании Интерпортфолио. Добрый день, Алексей. Добрый день. Значит, у нас тема сегодня такая, уважаемые слушатели, бизнес в сфере производства и продажи безалкоголя, алкогольной продукции. Вещь достаточно любопытная, интересная, ну и многих, я уверен, волнующая. Я напомню на всякий случай, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм, все это для того, чтобы вы могли присоединиться к нашей беседе, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственным наблюдением по этому поводу. Ну и давайте начнем, Алексей, наш разговор. Вопрос традиционный, первый традиционный вопрос эфира. Собственно, как так случилось? Жизнь как так вырулила, что вы занялись именно тем, чем сейчас занимаетесь? Ну, это началось давно достаточно. Я занимаюсь так или иначе работой с продуктами питания широкой гаммой еще с начала 90-х годов, то есть фактически с начала образования, становления нашего рынка. И потом эмпирическим путем стали образовываться вот в портфеле всех продуктов, те, которые наиболее удачно себя чувствуют на российском рынке, я имею в виду импорт, потому что мы занимались импортом из Европы этих продуктов. И в то время как раз минеральные воды и другие там соки и в том числе пиво очень хорошо себя проявили. Там была другая налоговая политика, другая ситуация. И в какой-то момент это выросло... То есть она более лояльная была, да? Ну, она была более лояльная, да, имеется в виду там налогообложение и все такое. С другой стороны, потребление качественного продукта стало все больше и больше приобретать свою актуальность на российском рынке в сравнении, например, с тем, что производилось в то время в России. И как-то это выкорестовалось в какие-то позиции, которые могли сформировать полностью бизнес-портфели. Я потом выделился в свою компанию. Вот мы этим занимаемся. Так, вот вы начали с того, что выбор, ну так, эмпирическим путем, на ощупь, да, методом проб и ошибок. И в то же время, начало 90-х, рынка ведь практически не существовало совсем, да? Это так, он начинался тогда, только начинался. В то время вообще понятия рынка как такового вообще, как вы понимаете, не существовало. Еще была структурированная советская система абсолютно так. Вот если говорить о начале, вы сейчас уже имеете возможность, да, уже, слава богу, 25, больше 20 лет прошло. Если говорить о самом начале, что благоприятнее, да, начинать в цивилизованном, что называется, в пространстве, да, где есть уже рынок устоявшийся, есть конкуренция, где есть правила игры, или начинать вот на низкой базе, что называется, ведь и там, и там наверняка есть какие-то плюсы, но и... Ну, абсолютно правомерный вопрос, я, кстати, сам его себе давно задаю. Я думаю, что сейчас, вот в наше время, начать что-либо подобное и успешно, конечно, можно, ничего не исключено, но значительно сложнее, когда рынок фактически не существует или пустой. То есть там соревновался, так сказать, профессионализм или начинающийся профессионализм людей, желание все это сделать, движение... Энергию, энергия, желание, да? В первую очередь, с другой стороны, конечно, отсутствие правил, о которых вы говорите, это огромный минус, и мы тогда много чего прошли, чтобы, так сказать, свой бизнес сохранить и развить. И в то же время я предполагаю, что вы, ну, так принято говорить, одни из первых игроков на российском рынке, да, вот этой продукции наверняка, вы и принимали участие, может быть, в создании неких правил, правил игры, ну, вместе с властимущими, что называется. — Сложно об этом говорить, даже я бы сказал, что, к сожалению, нет, потому что... — К вашему сожалению? — Да, к моему сожалению. Я до сих пор хочу принять части в создании каких-либо правил, но до сих пор это, получается, почти что одностороннее правило формировала тогда сама жизнь. И, в общем-то, то, что мы сейчас имеем, это, в общем-то, результат эволюции, к сожалению, а не какой-то планомерной работы. — Ну, в данном случае можно говорить, да, что эволюция всегда, в конечном итоге, да, выбирает, или, точнее, эволюция приводит к, ну, если не идеалу, то к лучшему, что можно было предположить. — Ну, это философская мысль, это факт абсолютно. Вопрос, сколько времени на это пойдет. — Ну, то есть сейчас эволюционный путь, вот, с этой точки зрения, еще не закончен в России, я думаю. — Ну, мы что, нет, мы и динозавры тоже вот так эволюционизировали очень долго. — Совершенно верно. — С известным результатом. — Да, да, и в свое время были, да, наверняка, венцом творения, что называется. — Да, да, казалось, что за ними ничего, а вот мы с вами живем. Хорошо. — Ну, слава богу, что мы живем, да. Продолжим, тем не менее, разговор на эту тему. Вот сейчас правила игры, они формируются, я так понимаю, все-таки не в меньшей степени сообществом, а в большей степени сверху, правильно? — С одной стороны, да, и, безусловно, это так. С другой стороны, сейчас, вот особенно последние годы, несколько лет, объявлено как раз, что начался полноценный диалог между бизнес-сообществом и людьми, которые формируют и принимают законы. То есть это декларируется очень часто из телевизионных экранов и так далее. Сказать, что это как бы сейчас сто процентов так, к сожалению, не могу, но правда ощущаю, что такое движение есть. Время от времени нас приглашают на различные круглые столы, всякого рода комиссии для того, чтобы практически услышать, что на самом деле происходит. — То есть если говорить, что это недавно произошло, до этого никто не прислушивался к вам, и мне это не нужно было? — В общем, нет. Мне кажется, что все генерировалось в каких-то непонятных кабинетах и спускалось как догма. Я не исключаю, что там в этих кабинетах сидели тоже профессиональные люди, но у них было какое-то узкое видение, личное их свое. — Личные видения и такие личные задачи, видимо, какие-то внутри корпоративных. — Ну, конечно, конечно. Это естественно. Ну, правда, во всех странах примерно так же. — Во всех странах примерно так же? — Да, да. Там есть какое-то лобби то или иное, которое свои интересы продвигает в законных... — Это касается непосредственно тем, чем вы занимаетесь, или, в принципе, в любой отрасли можно говорить об этом? — Ну, мне сложно говорить про все отрасли. Думаю, что это примерно так, конечно. Особенно такие эффективные растущие сегменты рынка, как, скажем, безалкогольные, слабоалкогольные продукции, это точно так. — Это точно, да. — Кстати, вот они эффективные и быстрорастущие, только опять возвращаемся к тому, что совсем недавно, эффект низкой базы здесь работает, да, совсем недавно. — Ну, в сравнении с мировой революцией, да, это совсем недавно. — Ну, и тем более с теми же динозаврами, да, конечно. — Да, но вы правы, так уж посмотреть, уже несколько десятков лет прошло. То есть, в принципе, много. А тем более Россия идет в этом смысле совсем быстро. — Семимильными шагами. — Семимильными, да, продвигается. Но у нас нет другого выхода, у нас должен быть рынок. — И даже я бы добавил, наверное, да, что мы в какой-то степени еще и догоняем, мы не можем жить, да, оторвано. Вы же занимаетесь импортом в том числе. — В основном, кстати, импортом, да, 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 да. Мы догоняем, и я, к счастью, могу сказать, что некоторые компании, надеюсь, что и наши, находятся вполне себе в европейской кондиции по уровню дистрибуции, по отношению к этим процессам. Надеюсь, что так. — Вот скажите, пожалуйста, Алексей, значит, мы в основном, да, как вы подчеркнули, занимаетесь импортом. А что-то, ну, родное, отечественное, оно по какой причине, так сказать, не появляется? — Ну, не очень хотел на этом останавливаться в том смысле, что, может быть, это, так сказать, не соответствует формату передачи. Наш основной бизнес, мы основные импортеры, в том числе пивной продукции, да. С этого все началось. Сейчас это более широкий ассортимент, включая там безалкогольные большие продукты. Но мы сторонники философии той, что окончательный покупатель должен попробовать оригинальный продукт из того места, где он, собственно, задумался и многие-многие века производился. Я во-прежнему ощущаю, что при смене страны, где родился этот продукт, меняется качество. У меня есть такое убеждение. Хотя, в общем, производители российские, которые производят лицензионное пиво, они, наверное, не без основания утверждают, что они бережно относятся к рецептуре. Но мне во-прежнему хотелось и с того времени, и сейчас доставить продукт в оригинальном исполнении. Поэтому мы занимаемся импортной продукцией. Скажем, я считаю, что немецкое пиво нельзя повторить здесь. Нельзя также повторить чешское пиво и так далее. Несмотря на соблюдение технологий, несмотря на... Несмотря на это. Другое пиво с подобным же названием производится. Она имеет своего благодарного покупателя и продается значительно лучше, но в основном из-за ценообразования, чем импортная, во многих больших объемах. Но, на мой взгляд, это другой напиток. Я с вами соглашусь. И, кстати, если говорить о ценообразовании, всегда ли так получается, что... Ну, и, видимо, объективно этому есть причины, что все, что приходит к нам из-за рубежа, по-прежнему дороже, да? И не только из-за того, что по качеству, может быть, даже там превышает то, что сделано здесь. Ну, безусловно, это всегда так. Во-первых, вы понимаете, что нужно потратить серьезные средства, чтобы доставить эту продукцию из Европы. Это незыблемая вещь. Но самое главное, это, конечно, налоги, уплачиваемые импортерами при таможенной очистке грузов. Это серьезно. К примеру, сказать, чтобы было просто. Потому что в сравнении с ценой в Европе, где мы его покупаем, цена возрастает по объективным причинам не за счет нашей алчности, там, в несколько раз. Два-три раза она дороже просто на выходе с таможней. Ну, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, конечно, она ощутимо дороже российского продукта. И, как следствие, наверное, меньше продается. Меньше продается. Но вы, тем не менее, на своих финансовых показателях это чувствуете? Меньше продается? У нас нет амбиций продавать океаны. Мы прекрасно ощущаем горизонты нашего сегмента. Небольшого, кстати сказать, если иметь в виду весь, например, пивной или, там сказать, рынок, то импортный сегмент составляет там 3-4%. Всего лишь можно сказать, да? Всего лишь, да. В основном я имею в виду литры. В деньгах несколько побольше за счет того, что это подороже. Алексей, большое спасибо. Мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А сегодня в гостях бизнес-класс Алексей Каневский, президент компании Интерпортфолио. Тема сегодняшнего эфира – бизнес в сфере производства и продажи безалкогольной и алкогольной продукции. Алексей, есть вопросы уже наших слушателей для вас. И, тем не менее, я еще один хотел бы задать самостоятельно, ну или как минимум один. Вот вы заговорили о том, что вы прекрасно понимаете, да, ну, я не знаю, некое свое присутствие, да, свой сегмент своего присутствия. И в данном случае не сильно страдаете от конкуренции. Я правильно понимаю? Страдаю, слово неправильно, но я ее ощущаю. Вы ощущаете, тем не менее, и даже вот в этом... Абсолютно точно. У нас, кстати сказать, наверное, один из сильно конкурентных рынков, в том числе и импортеров, потому что рынок маленький. И, в общем, за этот кусочек пирога многие стараются побороться. Вот. И очень интересно, этот кусочек пирога, он чем привлекателен? Все-таки, еще раз повторю, вот вы только что говорили, да, еще складывается, ну, как минимум, да, цифры, цифры вашей бухгалтерской отчетности. Ну, во-первых, он очень понятный рынок, понятный, на кого ориентирован он. Люди, которым занимаются, компании, которые им занимаются, занимаются им очень давно. Новых игроков практически не появляется по разным объективным и субъективным причинам. Так или иначе, мы все друг друга хорошо знаем. И, в общем-то, идет соревнование, мне кажется, все-таки более-менее в рамках профессиональной работы, ни в какой другой. Это первое. А второе, на мой взгляд, и лично для меня, это очень интересный бизнес. Потому что он связан с работой с разными европейскими государствами, в том или ином смысле, с историей возникновения напитка. Такой, такой гурманский бизнес. Он сродни вину, но несколько, так сказать... Вот, кстати, очень интересная тема, да, он гурманский бизнес, вы его назвали, очень здорово. И вы начали с того, что, а вы знаете, да, для кого вы это делаете? Вот кто эти люди в России, прежде всего, да, которые являются вашими, ну, благодарными, я уверен, клиентами? Так или иначе, мы сейчас дистрибутируем продукцию во все более-менее, так сказать, крупные и значимые города вообще в России. Но, конечно, основные потребители это москвичи и люди, живущие в Санкт-Петербурге. Потому что ценник? Во-первых, потому что ценник, во-втором, в другом смысле, конечно, сосредоточение там идет, так сказать, промышленных и всяких финансовых объектов. И в связи с этим там люди подготовлены к потреблению такой продукции, в том числе ментально, не только по причине экономики. Они ищут что-то новое, что-то интересное для себя, привыкают к этому. Они много ездят в Европе и хотят получить тот же самый привычный продукт. Здесь мы и так далее, и так далее. Конечно, так или иначе, такой покупатель есть везде, в городах, но значительно меньше. В меньшей степени. Да, да, да. Есть вопросы, давайте я начну их озвучивать. Итак, пишет нам Иван. Разрабатывается законопроект о запрете продаж слабоалкогольных энергетиков. Это и ваша тема, кстати, слабоалкогольные энергетики. Мы никогда им не занимались, но мы эту тему тоже знаем хорошо. Хорошо. Тогда давайте вот на это вопросы ответим. Значит, Иван пишет, такой закон давно уже есть в цивилизованных странах, ну, о запрете продаж, да, я так понимаю. Но зная российскую действительность, производители найдут лазейку. Кому захочется терять деньги. Или производство, тем не менее, загнется, как пишет Иван. Как вы думаете? Ну, вообще, проблема вот этих слабоалкогольных энергетиков, она в чем, в недрах чего? В недрах, я не знаю, там, здравоохранения, что такое энергетик в конечном итоге? Ну, мне кажется, как я вам сейчас намекнул, что мы сами непосредственно ими не занимаемся, но изучали этот рынок. Нам было интересно прирастить что-то в свой портфель, и в свое время мы глубоко изучали эти возможности. Я скажу, в общем-то, ситуация достаточно прозрачная. Рынок практически поделен на троих крупных игроков-производителей, всем известных, там, Кока, Пепси, в данном случае, Рэдбул. И они фактически ничего другого не допускают здесь. Войти на этот рынок с альтернативной продукцией, на мой взгляд, сложно, мягко выражаясь, практически невозможно, потому что все эти продукты продаются в основном в сетевых крупных супермаркетах, и там, в общем-то, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Что касательно проблемы этого, это обычное, в общем-то, отношение к потреблению, ну, в том числе в России. Ведь подростки, они не очень знают меру, к сожалению. Я, правда, не исключаю, что и в Европе подростки тоже не знают меру. Ну, подростки, они, наверное, везде одинаковые, конечно. Да, да, да. Но и в Европе тоже, мне кажется, тенденция такая, что как-то настороженно сейчас к ним относятся. С точки зрения потребления, мне кажется, увеличение дозы, там, в 2-3 раза приводит к плохим результатам, именно физическим. Но это вопрос, действительно, здравоохранения. Здравоохранение, культура в какой-то степени. Там нет какой-то политики или какой-то экономического проблемы. Что касательно полностью изъятия этих продуктов с рынка, ну, я, как сказал, там достаточно большие монстры здесь задействованы. Я думаю, они будут сопротивляться. Да, да, да. Каким-то образом. Обойти сложно. Сейчас в России по всем направлениям формируется такая структура, что ее не обойдешь, даже если захочешь. То есть, видимо, сокращение возможно в случае, действительно, лобовой атаки на этот сегмент. Но полностью исчезновение, я не верю. Ну, то есть, опять надо подчеркнуть, да, что действительно, речь идет о глобальных корпорациях, да, которых не так легко сдвинуть просто. Да, да, конечно. Они много инвестировали, с другой стороны, в это все, сказать, часть этой продукции, большая часть уже производится здесь. Есть какая-то, наверное, долгосрочная договоренность с российским государством, с российской экономикой насчет этого. Вопрос такой, непростой. Не однозначно. Не однозначно. Еще один вопрос, Алексей. Почему на рынке так много подделок, пишет наш слушатель, ну, видимо, сталкивался с этим. Я уж не могу оценить, да, насколько много, но в любом случае встречается. Подвальных Кока-Кол больше, чем оригинальные. Некоторые даже опасны для здоровья, но их продают, когда ведут регулирование напитков и их качество. Ну, еще раз повторю, по поводу много-мало мы обсуждать не будем, наверняка они встречаются. Вот что касается регулирования их качества и, так сказать, стремлений, да, стремлений сделать так, чтобы не попадали подделки. Не надо вообще-то реально. Ну, приведу, ну, понятно мне пример. Вот, например, иметь, если в виду вообще в целом пивную продукцию, да, здесь подделок вообще меньше доли процента. Это экономически нецелесообразно. Достаточно сложно сочиненный напиток, его дороже будет подделать, чем, так сказать, и вообще этим не заниматься, да. Скорее всего, в рынке минеральных вод и так далее ситуация иная, и минеральную воду, ну, понятно, это же, может быть, простая вода из-под крана, чуть прогазируй, наклейка, скажем, бонаква, и все, и тебе пепси-кола, таблика, кока-кола. Наверное, это существует. Ну, это вообще, конечно, уголовное дело, и за этим многие органы сейчас смотрят. Большой, на самом деле, риск отлавливает этих людей буквально там через день. Я думаю, что, конечно, это можно побороть, и возможно. То есть, опять, это вот, нужна какая-то воля, да, наверняка, там, я не знаю, правительство, государство. Воля и ресурс, который, к сожалению, сейчас, мне кажется, не очень достаточный, он немножко распылен на разные направления. Вот, например, вот любого производителя, импортера, который работает более-менее понятно, спроси, хочет ли он, чтобы побороли контрафакт, он все за, да. Конечно, конечно. Поэтому здесь нет противоборства с бизнес-сообщим. Здесь нужно просто сосредоточиться. Часто силы уходят не совсем на то, на формирование каких-то законов, подзаконных актов, которые, в общем, практического смысла не имеют. На это отвлекается тоже ресурс, а ловить контрабандистов некому. Я, кстати, опять вот по этому поводу хотел бы спросить, а тандем какой-то возможен, да, у бизнес-сообщества, ну, и, соответственно, у государства? Я возьму на себя наглость ответить за бизнес-сообщество, мы все за, чтобы был такой тандем. Мы хотели бы говорить, чтобы нас слышали, чтобы наше мнение учитывалось в дальнейших действиях, в том числе государства. И повторяю, что сейчас, мне кажется, этот процесс идет. Да, он идет. Ну, слава богу. Опять говоря, о цивилизации все-таки это не быстрое дело. Не быстрое, к сожалению. У нас есть звонок, давайте послушаем. Итак, Александр, добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, спрашивайте. Ну, я вот хочу спросить и ремарку такую высказать. Пожалуйста. Вообще в курсе вот такого события. Вот я в Германии пил пиво, русское пиво, Балтику номер три в частности. Вот, пил ячменный колос. Пил я потому, что меня очень просили это сделать. Сказали, что это очень вкусное пиво. Я очень сильно сопротивлялся. Ну, я в конце концов его купил. Это магазин русский. А кто вас просил? Местные? Местные просили? Или наши? Ну, у меня знакомый, у которого магазин в Германии. Ну, частный такой магазинчик. И когда я выпил, я был, если честно, в шоке. Потому что это пиво вкуснейшее. Я даже купил его, привез сюда, в Россию. Это он всем знакомым давал попробовать. Ну, и все очень сильно удивлялись. И ругались с нехорошими словами на тех, кто производит пиво для русских одно, а для немцев совершенно другое качество. Вот. И я так подозреваю, что вообще Россия – это вот именно вот свалка всего и вся. Потому что та же самая кола, если вы ее пили на Западе, она совершенно отличается от того, что продается здесь. Вот. То есть здесь варят и делают неизвестно из чего. Ну, то есть, я не знаю, из каких-то отбросов или еще. Потому что это пить невозможно. И здесь невозможно. То, что они здесь производят для нас. Ну, а на Западе – это совершенно другого качества. Ясно, ясно. Спасибо, Александр. Спасибо. Сейчас мы попросим Алексея прокомментировать. Ну, сразу хочу отреагировать на фразу «они производят». Балтика, как вы известно, изначально, я повторяю, российская компания. Все делалось для того, чтобы создать свой собственный бренд. Это получилось. И на Россию, собственно, ориентированное. И на Россию ориентированное. Это получилось. Сейчас они, на всякий случай, там принадлежат уже известным иностранцам. Но, тем не менее, я думаю, что иностранцы не ставили себе задачи сразу испоганить качество Балтики. Но это вот ровно о чем я говорю. Даже пиво, так сказать, почти русское, производится по разным технологиям. Это не мое мнение, а мнение, так сказать, непосредственно потребителей. Поэтому мы стараемся донести прямо от производства завода до конкретного потребителя абсолютно оригинальную вкусную продукцию. Что касательно изменения качества. Это, конечно, залог того, что объемы давят, безусловно, в какой-то момент на качество. Когда нужно уже разливать океаны и моря, продавать моря, тут, к сожалению, вот так получается. Почему-то на Западе тоже много производится, но качество не меняется. Это вопрос всех вопросов. Какая-то есть оптимизация, не знаю. Ну, это действительно проблема бизнеса, проблема бизнесмена конкретного. Кстати, если все же, обращаясь к вопросу Александра, представить, да, что то, что сделано в России, вот такого вкуса, то, что сделано в Германии, оно же не сделано в Германии, я так понимаю. Оно туда привезено? Ну, конечно, это экспортировано. Экспортировано, да? То есть представить, что вот один и тот же производитель имеет бочку для Германии и вторую бочку для России. Я не исключаю так в качестве комического такого отступления, что, может быть, это эффект плацебо. Что, например, если он пробовал Балтику в Мюнхене, то ему показалось, что оно... Потому что он в Мюнхене это делал. Может быть, но... Это забавно, это забавно. Значит, спасибо, Алексей. Мы сейчас еще раз слушаем новости на Финам.фм. У нас есть на линии звонок. Анатолий, если вы меня слышите, подождите, пожалуйста, и после новостей мы с вами поговорим. Итак, друзья мои, продолжаем, продолжаем наш прямой эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня у меня в гостях Алексей Каневский, президент компании Интерпортфолио. Говорим мы о бизнесе в сфере продажи и производства безалкогольной, алкогольной продукции. Много вопросов, есть звонок. Я еще раз напомню на всякий случай. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Ну и давайте начнем с вопроса. Слушатель дождался нас. Анатолий, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Я бы хотел прокомментировать предыдущего слушателя по поводу качества отечественного нашего пива на зарубежных рынках, скажем так. Я работал в компании производителя российской крупной и занимался непосредственно экспортом. Скажем так, менеджмент экспорта зарубежных продуктов собственного производства. Могу сказать так, для экспортного рынка, в принципе, продукт один и тот же, с одной линией розового. Единственное, его производили более свежим, скажем так. То есть оперативные поставки на экспортный склад и уже дальнейшая отгрузка в зарубеж. То есть абсолютно одинаковые составляющие. Солод, вода, все аналогично. И, соответственно, действительно, может быть, у потребителя складывается действительно эффект плацебо, что ощущение, что действительно что-то такое вкусное, что-то такое заграничное и так далее. То есть вот как-то так. Ничего такого сверх какого-то нового оборудования или же, соответственно, какие-то там отдельные солоды. Я думаю, это невыгодный производитель. То есть, тем более экспортные поставки они составляли, ну, может быть, 2-3-5% от всего объекта российского рынка. Поставки зарубежные, в том числе в Германию, в российские магазины. Спасибо. Анатолий, спасибо огромное. Ну, как минимум, вы успокоили нас, потому что, видите, мы начали переживать уже на этот счет. Итак, Алексей, давайте продолжим отвечать на вопросы. Вопрос следующий от Анны, причем прислала она его еще до нашей программы. Пишет следующее. Уважаемый Алексей Борисович Каневский, что непосредственно ваша компания производит из безалкогольной продукции? Ну, чтобы нам опять не концентрироваться весь наш эфир на разговоре о пиве. К сожалению, или, может быть, не к сожалению, но так вышло, что мы производителями пока еще не являемся. Мы очень много думаем там об этом, но безалкогольный сегмент, он нас сильно стал интересовать, особенно в последнее время, понимая, что абсолютно справедливо любое государство с неограниченным потреблением алкоголя будет бороться. Это становится все сложнее и сложнее. Это не вполне относится к нашему импортному небольшому сегменту, да? Но, тем не менее, мы хотели всегда расширять наш портфель за счет, в том числе, безалкогольных брендов. И несколько лет назад мы начали очень серьезную программу, которая сейчас стала серьезной, по импорту и реализации здесь так называемого детского шампанского. Это безалкогольный напиток в бутылках, явно как из подшампанского, с очень интересным оформлением. И здесь мы работаем в трехстороннем сотрудничестве с компанией Walt Disney, Warner Brothers. Они все, так сказать, брендированы известными персонажами из этих мультфильмов. И не знаю, что наиболее товаропродвигающий, либо это картинка, либо достаточно вкусный напиток. Но, по сути, это лимонад, чтобы не подбирать слов. Но он достаточно качественный, из натуральных продуктов. И вот эта программа, она очень существенный объем в нашем общем объеме сейчас занимает. То есть мы много импортируем, сдаем, особенно, естественно, это в праздничное время реализуется. Но это интересная программа. И эта работа с этим брендом толкнула нас на мысль, что вообще эту тему надо развивать. Есть же очень много любимых персонажей, в том числе и на наших союзмультфильмах и так далее. И вот мы сейчас очень серьезно прорабатываем возможность начала уже собственного сопроизводства с производителем, в кооперации разработанного нами бренда, который мы будем старательно продвигать. Ну, здорово. То есть это будет некий пионерский шаг такой, да, по производству с вашей точки зрения? Ну, не могу взять на себя такую ответственность. Так похвастаться, хотя очень хочется. Но мы хотим попробовать. Мы прощупали, просчитали всю ситуацию. Вроде бы выглядит все очень хорошо. Ну, дай бог. Здорово. Еще один вопрос. Скоро на рыдок, пишет наш слушатель, вернется Боржоми. Как это повлияет на расстановку сил в сфере газированной воды? Опять же, будут скупать бренд, а всякий шишкиный лес нет. Ну, Шишкин лес – приличный бренд, мне кажется. Ну, как раз здесь ситуация, в общем-то, как мы понимаем, такая, так сказать, сложная. Сложная, да. Потому что войти в рынок сложно, а вернуться на рынок в несколько раз сложнее. Дело в том, что, конечно, монстры не ждали этого времени, пока Боржоми здесь не было. Все захвачено, перезахвачено. Сейчас для того, чтобы, так сказать, нашим грузинским коллегам опять вернуться сюда, нужно запастись огромным количеством возможностей инвестиций. Будет очень непросто. Эти деньги будут возвращаться долго и медленно. Те, которые они потратят для того, чтобы откупить себе сигнал. И дело не только в том, что потребитель забыл это слово. Он с удовольствием, наверное, на него будет реагировать. Ну, просто... Ну, конечно, нет, конечно, нет, даже эффект вот новизны, опять все, многие соскучились по этому, значит, все будет. Но потом это, конечно, будет борьба просто очень известных брендов, в том числе Боржоми. И эта борьба будет на первом этапе не в пользу грузин, к сожалению, да. Потом это какой-то, я думаю, потому что это очень-очень сильная позиция. Очень многие хотели бы и в свое время, так сказать, и импортировать, и иметь. Вопрос тоже качества этого нам знаком. Ведь Боржоми, в принципе, с закрытыми глазами никто не спутает. А в какой-то момент на рынке было огромное количество Боржоми. И от простой газировки. В разных носителях, если можно. В разных носителях. Вот вопрос, если им удастся вот этот оригинальный, забытый вкус донести, этот путь, конечно, к успеху. Потому что его никто не сможет повторить, этот вкус. И даже этот путь все равно, да, это... Это очень сложно. Тут вопрос борьбы денег. И здесь, конечно, тут амбиций, просто желаний, так сказать, недостаточно. Но нужно запастись большой мошной денег. Ну, дай бог. Будем надеяться, что, да, у ваших грузинских коллег все-таки эта мошна есть. По поводу конкуренции еще вопрос. Конкуренция с Coca-Cola, Pepsi, другими мастодонтами тяжела. Вот в качестве примера наш слушатель говорит, что единственные равьё из Финляндии вышли на рынок своей газировкой на фоне раскрученного своего бренда Angry Birds. Верно ли мнение, что попасть на рынок невозможно? Ну, или, наверное, если я подкорректирую вопрос нашего слушателя, что попасть на рынок сложно достаточно. Ну, отчасти это перекликается к предыдущим моим комментариям. Да, очень сложно. И чем дальше будет сложнее, сложнее и сложнее. Потому что, конечно, каждый производитель, особенно серьезный и крупный, старается доминировать на рынке и все для этого делает. Компании, которые на всякий случай входят там в тройку, в пятерку крупнейших в мире компаний вообще в продукте, в питании, можно себе представить, какой у них есть потенциал там что-либо решить с точки зрения финансов. Они порой могут себе позволить крупные программы, которые в экономическом смысле бессмысленны, но только для того, чтобы кусок рынка увеличить или сохранить. Не каждая компания, которая свою экономику формирует, что называется, в онлайне и сразу считает прибыль, что правильно, да, способны на такие героические поступки. Потому что у них в мире все в порядке, и у них есть возможность перемещать финансы из одной стороны в другую. В этом смысле бороться, мягко выражая, очень сложно. В IT будет очень сложно. Но уверенно говорю, что возможно. За счет инновационных, оригинальных идей, за счет креативности, за счет подборки и работы с интересными брендами. Сейчас, к сожалению или не к сожалению, продаются не напитки, а продаются этикетки. Этикетки, особенно это относится к минеральной воде. Но, как вы понимаете, я, например, до сих пор не могу отличить одну от другую, хотя немножко кокетничаю здесь. Но, тем не менее, когда это так, значит, в спор вступают известные лейблы. И поэтому, если есть возможность или такой создать с хорошей историей, породить его, это возможно, это реальный путь. На Западе, который вообще рынку этому многие столетия, там, сказать, он полностью структурирован, вроде бы настолько уже, тут там нет свободных ниш. И то находятся время от времени взрывомыслящие и успешные, даже сказать, талантливые люди, которые проводят свой продукт. Это обязательно. Рынок всегда хочет новизны. Всегда. Нет застарел. Понятно, что есть себе добившиеся славы бренды, но, тем не менее, потребитель всегда хочет попробовать что-то новенькое. Этим надо пользоваться. Кстати, и большие бренды, все-таки, я думаю, этим озабочены всегда. Озабочены. Они же, конечно, каждый год минимум предлагают что-то новенькое. И поэтому надо в этой строе быть, конечно. Кстати, вот мы заговорили, да, о возможности попасть на этот рынок. Возможность это и есть. Алексей нам об этом сообщил. А при этом, да, упростить, что ли, эту задачу может только, ну, не только, может быть, а в том числе, ваша, значит, возможность инноваций каких-то, да, ваша возможность быть конкурентоспособности, с точки зрения креатива. Вот что в этом сегменте может, можно рассматривать как инновацию? Я по-прежнему считаю, что вот производителю нужно очень сильно, прежде всего, озаботиться тем, что он производит и для кого. В этом смысле формируется название того или иного продукта, суть его, то есть что это будет, да, и в конечном итоге какая-то очень-очень долгосрочная программа. Создается история, то есть это работа на стыке с отделом любого маркетинга, серьезного, профессионального такого. И здесь возможны, конечно, варианты. Степ-бай-степ не очень большими шагами даже небольшая компания может достичь в том числе для себя серьезного результата, ощутимого. В общем-то, даже взаимодействие с сетями, эти пресловутые, оно очень сложное, требует, то есть с улицы не зайдешь практически. Ну, то есть именно сами по себе сети, да, они очень неповоротливы в этом случае? Они не неповоротливы, они привыкли работать с продаваемой, хорошо реализуемой продукцией. В принципе, по большому счету ничего не надо, но даже они хотят время от времени себе на полку новый. Рынок, еще раз повторяю, потребитель хочет пробовать новые продукты. Если ниша не занята, то значит можно в эту нишу проникнуть. Мне кажется, нужно всегда продумать, пощупать, какой продукт актуален на рынке, это можно сделать, не для этой перетачи долгая история, да. И начинать, я, конечно, очень жалею производителя, потому что в нашей стране быть производителем очень непросто, по разным причинам, объективным, объективным причинам. Поэтому вот так это все нужно делать. Плюс политика нашего государства, ну, как бы, она не декларируется официально, но она во многом поддерживает российского производителя. То есть в том смысле, что ведь Coca-Cola и Pepsi-Cola, о которой мы сейчас все время говорим, мы говорим о производстве их в России. То есть это не импортная продукция. Поэтому есть всегда возможность этим воспользоваться. Есть у нас еще один звонок, давайте послушаем. Лена, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, я вот на самом начале слушаю вашу передачу, ну, в общем-то, тоже езжу за границу и люблю вот хорошее пиво. Просто хотелось бы спросить всего вашего гостя. Я прихожу, ну, допустим, в магазин и хочу себе купить пиво и понять, что оно не поддельное. Вот импортеру, как называется фирма, в которой данный гражданин работает, чтобы я могла быть уверена, я за платившие деньги могу купить вкусный и понравившийся мне напиток. Понятно, понятно, Лена. Спасибо за вопрос. Ну, я так понимаю, все-таки основная идея, да, которая в вопросе Елены, это как не ошибиться, как не попасть на подделку. Значит, если мы имеем в виду импортное пиво, то практически попасть на подделку невозможно. Невозможно, да. Это я не буду долго объяснять, это связано с логистикой попадания этого товара. Сейчас контрабанды практически нет, это невозможно и так далее. Все пиво, которое вы видите, как импортное, на импортной полке, это легко определить по ценообразованию. По ценнику, конечно. Отдельная полочка там, да, с тремя циферками. Просто мне хочется сказать, что вот наша компания, это прямо точно, но у всех импортеров, наших коллег и наших, так сказать, конкурентов, все пиво на самом деле настоящее. Наша компания не секрет, она называется интерпортфолио, это все можно прочесть на задней этикетке. Часто у компаний существует... То есть в качестве поставщика, да? Да, там написано импортер, там и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, милости просим, но вообще говоря, если вы приходите в сети, там подходите к полке, на которой импортное пиво, повторяю, расположено, я про российское не могу комментировать, да, оно все качественное и настоящее. Обратите внимание на то, к чему вы привыкли. Главное, и выбор-то там достаточный, да, большой выбор, надо еще понять, что же мне ближе к сердцу. А, значит, спасибо, Алексей, еще раз новости на финансовом. Итак, продолжим эфир. Уважаемые слушатели, 12 минут осталось, мы вот с Алексеем тут за эфиром тоже посетовали на это. Быстро время летит, ну, когда интересный разговор, это действительно так. Мы продолжаем отвечать на вопросы. У нас есть звонок, давайте начнем с него. Иван, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, я просто встал на сайт, хотелось бы продублировать еще по телефону, потому что более подробно рассказать. Более своей работы в туризме я очень часто бываю в Австрии и в Германии. 4-5 месяцев живу там, ну, и, может быть, подсел на местное пиво. Очень предпочитаю марки Француз Кайнер, Пуланер, все другие коренные немецкие марки, австрийские в том числе. И когда приезжаю обратно в Россию, захожу в фирменные магазины, очень хорошие. И всегда вижу эти бутылки, они стоят очень дорого, примерно 200-300 рублей. Но что могу сказать, они ненастоящие. Дело в том, что... Бутылки, Вань, Вань, бутылки ненастоящие. Что ненастоящие? Не то, что... Не даже бутылки, а оформление, этикетки, наклейки импорт, они наклеены поверх. И бывает, что там чистый самопал, а продают их за большие деньги. Вот если видно вот такая вот система, что реальная подделка, могу даже бутылку принести дома, который провозил с собой в чемодане, показать рядом, они будут просто как Лада Калина и Форш Кайн. Они будут совершенно разные. Хорошее сравнение, мне нравится. В чем вопрос, Вань? Как так? Кому жаловаться. Да, как так, кому жаловаться, и не делать в такой ситуации. Еще есть правда в этом мире? Вот такой вопрос еще может прозвучать. Спасибо, Вань, спасибо за вопрос. Сейчас Алексей ответит. Вот очень хороший вопрос, потому что на него легко ответить. Значит, Вань, к сожалению, ситуация такая. Вы ошибаетесь. И этот продукт самый настоящий. Если мы сейчас не обсуждаем, что вам показалось, что жидкость там другая, а вы имеете в виду оформление бутылок и стикер поверх бутылки, я объясню, в чем дело. Дело в том, что для внутреннего рынка используется совсем другая посуда. Там возвратная тара, так называемая. Там не производится бутылка, которая отправляется, потом выбрасывается в ящик. Там бутылку возвращают и ее используют. Она бутылка именно стеклянная бутылка? Стеклянная бутылка. И этикетка зачастую используется совершенно другая для внутреннего рынка, чем для импорта, для экспорта в их смысле. Это примеры сплошь и рядом. Более того, для экспорта и импорта производится такая этикетка на оригинальном, скажем, немецком языке. И если объем у импортера не такой, чтобы производить этикетку под него, импортер вынужден в соответствии с действующим российским законодательством клеить стикер, который туда необходимую информацию на русском языке добавляет. Потому что этикетка сама немецкая, это не проходит наши законодательные административные акты, нужно клеить специальную информацию. Поэтому возникает этот стикер, а не потому что, так сказать, этикетка и так далее. Да, кто-то переклеил. Мы когда выходим на объем, который позволяет производителю напечатать специально для нас этикетку, он это делает, и тогда русский язык появляется только на задней этикетке, нет стикера. Мы всегда стараемся так сделать, потому что это затратно, очень весь клеить стикер. Что касательно, еще раз повторяю, бутылки и внешнего вида, во многих случаях и экспортная бутылка, идущая в другие страны, она совершенно по-другому выглядит. В частности, еще есть пример, что, например, для Чешской республики ряд брендов, не буду часто называть, он производит так называемое 10-градусное пиво, имея в виду пивные градусы. А к нам поступает 12-процентное пиво, поэтому оно реально и по вкусу другое. Там более легкое пиво, так сказать, и так далее, и так далее. Разница между пивом, производимым там и здесь, она есть, но это совершенно другой продукт, да, то есть его нельзя сравнивать. Но многие пивные производители, вот я вам, так сказать, готов, как говорится, галстук съесть, я просто от завода иногда и однажды ехал с продукцией, которая произведена, ничего не происходит. Это ровно та же продукция, которая продается туда и туда. Отличия в бутылках есть, я повторяю. Я понял. Спасибо, Алексей. Ну вот, Иван, как минимум, да, я надеюсь, мы вас успокоили сегодня, никуда не надо бежать, никому не надо жаловаться. Ну вот такая... Ну, жаловаться надо, если действительно вот прям не понравилось и невкусно, и вы уверенно сможете доказать людям, которым жалуются, что вот невкусно, это аргумент, чтобы говорить, что оно поддельно. Ну, ведь на вкус и цвет товарищей нет. Это не совсем так, да, 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 как известно, да. Так, хорошо, спасибо. Значит, еще один вопрос, и, значит, несколько... Мы продолжим нашу беседу, у нас есть все-таки время еще достаточно. Почему не продает, Николай спрашивает, почему не продает в России доктор Пеппер, известный тоже достаточно бренд? Ну, это безалкогольная продукция, она, так сказать, стоит в ряду тоже, как у Калп и Псикола, достаточно крупная программа. Я помню еще, вот, как я говорил, в начале 90-х, в 93-м, наша компания тогда еще достаточно много импортировала. Но как-то это не пошло, вот, он абсолютно в той же самой нише, как у Калп и Пепсиколы, у него есть разные окраски, интересные, там, с орехом, со вкусом и так далее, и так далее. В какие-то существенные... Придавили их Калп и Пепсиколы, видимо, почувствовали какую-то опасность. Ну, это крупная программа, достаточно производитель в мире, это действительно интересная вещь, известная американская. Ну, то есть, просто не нашел рынок, да? Ну, как-то, да, не хватает в них мышечной массы войти, никаких других вещей я не вижу, не пускают, может, так сказать, и так далее. Жестко, жестко. Алексей, вопрос такой меня очень интересует, мы говорим о специфике, наверное, да, определенной, все-таки речь идет о, значит, безалкогольной, алкогольной продукции, в том плане, что люди хотят пить в какой-то, может быть, момент больше, в какой-то меньше есть, вот, некая сезонность в вашем бизнесе. Абсолютно, это очень сильно выраженный сезонный товар, да. Естественно, спрос повышается в горячее время, в жаркое, и к тому же есть всплески в праздничные дни, потому что из праздников надо выходить. А чем наш человек пользуется, когда приходит сознание? Да, да, да. Но вот это так, и есть такая же сезонность и у минеральной воды, она примерно, так сказать, такая же. Кстати сказать, сезонность в импортном пиве меньшая, потому что потребитель его берет всегда с собой, там, к телевизору, к футбольному, там, она более сглаженная. А более дешевая масса и продукция просто для утоления жажды, она просто связана с временем года, и, конечно, она сезонная очень, так сказать. Я повторяю, что все, не секрет, что летнее время это топ-сезон, и предпраздничный, особенно Новый год. Ну, получается, да, кривая доходность очень рваная у вас, если говорить о временах года. Да, она рваная, кривая доходность, точно. Как с этим боретесь? Или просто изначально, знаете, есть такой... Это данность. У любой компании есть, к сожалению, период планового убыточа. Ну, что делать? Это нормально. По этому поводу я все время вспоминаю, как известно, да, там, люди, которые, ну, наши звезды, шоу-бизнес, как их принято называть, которые чешут, да, на новогодних корпоративах. Вот они за этот, там... У них тоже есть сезонность. Две недели, да, нового года они зарабатывают на весь оставшийся год. Но у них легче. Хороший артист у вас срега на 3,65 дней. Вот, вот. А пива нет. Ну, хорошее пиво, мы говорим исключительно об этом сейчас. Ну, да, мы к этому идем, да. Алексей, немножко времени осталось. Давайте поговорим о перспективах, о неких перспективах развития вашей конкретной... Ваша конкретная компания, перспективах развития бизнеса, вот, как вы видите в дальнейшем? Знаете, мы изначально, когда вообще порождали эту компанию, много-много лет назад было, я не ставил, и мои коллеги, работающие со мной, не ставили себе каких-то вот мега амбициозных задач. У нас нет желания, там, захватить, прихватить, отнять. Мы со вкусом и интересно занимались своим вот этим понятным нам бизнесом и развивались степ-бай-степ. И так и продолжаем действовать. Мы четко продумываем, что нам нужно в качестве нового продукта, просчитываем, тестируем, долго запрягаем, а потом запускаем и как-то добиваемся успеха за счет, так сказать, ну, надеюсь, профессиональных действий. И мы так и продолжаем, я хотел бы продолжить заниматься вот именно оригинальным продуктом. Сейчас, повторяю, мы обращаем внимание на развитие неалкогольного сегмента, безалкогольного. Это и соответствует вообще и веяниям, и времени, и пожеланиям рынка. Мы это чувствуем, и будем сейчас это сильно развивать. И в связи с тем, что в отличие, например, от пива, о котором я говорил, безалкогольный напиток легко, хорошо произвести, в том числе и в России. И вот мы сейчас внимание обращаем, в том числе, на возможности российского производства. Но на стыке именно хорошего, продуманного истории, бренда, мы создаем такие продукты и будем дальше запускать. В любом случае, можно ли заговорить, да, что вы вот растете в данном случае, диверсификация некая, да, укрепление... Компания не может константой быть. То есть она либо вниз падает, либо наверх. То есть это как стрела. Да, да, постоянный показатель на протяжении многих лет. Да, мы, конечно, хотим расти. Это очень от многих факторов, особенно в России, зависит. У нас есть очень серьезные думающие законодатели. Они никогда с нами не на одной ноге. Они всегда считают, что мы сильно уж растем. Надо бы помедленнее. А мы хотим расти, естественно. И в связи с этим хотели бы давать рабочие места все больше и больше количества людей. Кстати, еще один из аргументов, из таких, я бы сказал, да, убедительных аргументов в пользу того, чтобы вот эти взаимодействия, этот диалог... Ну, абсолютно. Это всем понятная вещь. Надо разговаривать. Разговаривать. Конечно, конечно. Это очень важно. Ну, а если говорить об отрасли в целом, как вы видите ее развитие, потому что я вернусь к тому, да, о чем вы говорили уже сегодня. Все-таки это достаточно узкий сегмент, он уже, так сказать, ниши все заняты. Ну, вообще, пивной рынок, он большой, он растущий. Рост небольшого сегмента импортного пива, он обгоняет в целом рост пива как такового. Но государство отчасти, к сожалению, справедливо борется с перегибами с точки зрения потребления. Мы, конечно, на себе это ощущаем. Нам тяжелее с точки зрения законодательства делать свою работу. Мы стараемся быть законопослуженными, и поэтому вынуждены на это обращать внимание. А можно вот с вашей позиции говорить, ну, если действительно государство каким-то образом начинает прижимать пивной рынок, вы можете сказать, что, ну, ребята, это не совсем мы, мы-то вот здесь у нас... Сложно, сложно об этом говорить. Мы все, все пивное сообщество, опять возьму на себя смелость это утверждать, оно считает, что не все, что сейчас декларируется в виде закона, справедливо имеет под собой, так сказать, здравомыслящую основу. Во многом вопрос политический, мы не можем их комментировать, к сожалению. Поэтому мы в контексте всего пивного рынка стараемся ему соответственно, тем не менее стараемся свою мысль донести до закона творчества, что нужно как-то внимательно с нами разговаривать, понимать, что на самом деле происходит. Кстати, вот это, ну, если не переориентация, то диверсификация, да, на безалкогольную продукцию, оно тоже может с этим быть связано. И в том числе, конечно, это я не скрываю, конечно, это такая существенная подпорка нам в продолжение нашего бизнеса. То есть это получается, что мы как бы с какой-то точки зрения вынуждены, да, вынуждены еще чем-то заняться, потому что нам не дают нормально... Это отчасти вынужденная ситуация, с другой стороны, нам интересно вот это тоже тема, потому что она у нас уже исторически двигается, и это просто интересный продукт. Уже мысли были какие-то раньше, да, не было повода, по крайней мере. Да, 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 сейчас просто надо быстрым темпом это развивать. Спасибо огромное, Алексей. Будем заканчивать, у нас осталось немножко времени. Уважаемые слушатели, я еще раз с удовольствием представлю. Кстати, вот Елена спрашивала, да, еще раз я ей, наша слушатель, спрашивала. Еще и для нее я повторю. Сегодня в гостях у меня в программе «Бизнес-класс» Алексей Каневский, президент компании «Интерпортфолио». Мы обсуждали сегодня в бизнес-сфере производства, продажи безалкогольной и алкогольной продукции, отвечали на вопросы, все было достаточно интересно. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо всем, спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо вам за ваше внимание, за вашу активность. Собственно, мы прощаемся всего лишь на один день. Спасибо за внимание. До завтра. Успехов в бизнесе. Продолжение следует.